Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня у нас дебетовая карта MyLife от Убрир, кэшбэк 5% на коммуналку и онлайн покупки. Очень интересная карта в том смысле, что очень маленький кэшбэк обычно дают дебетовые карты за оплату ЖКУ. Ну, онлайн покупки еще более-менее, но вот по ЖКХ, конечно, проблема. То есть, где-то 2%, где-то 1%, где-то вообще нет кэшбэка. А сами понимаете, коммуналка – это обязательный платеж. Каждый месяц он весьма такой существенный для многих людей, у кого бюджет невелик. Ну и, соответственно, получить 5% возврат – это очень и очень неплохо. Ну и прочие покупки стандартные 1% идет, плюс 500 рублей за мобильную связь. Карта интересная более чем. Ну и оформить ее можно буквально за 10 минут, заполнив соответствующую онлайн заявку на данной странице. Выгоду также можно предварительно посчитать по этой карте. И здесь вот поле оплата – ЖКУ, интернет покупки в месяц, прочие покупки. И вы можете получить расчет, сколько вы сэкономите в месяц, сколько вы сэкономите за год. Я так предварительно для себя посчитал. Мне эта карта оказалась, ну, прям выгодной. Более подробные условия по карте, если открыть, тоже, в общем, мы видим, что продукт очень интересный. Выпуск и обслуживание бесплатно. Это уже хорошо. Выдача наличных в банкоматах у БРИР и партнерской сети. А что это за партнерская сеть? Это Альфа-Банк, ВУЗ-Банк, Акбарс, Райфайзен, Промсвязь, Банк и ВТБ. Тоже бесплатно. Банкоматов пруд-пруди, если вот брать именно партнерскую сеть. В банкоматах других банков первые два календарных месяца, начиная с месяца оформления карты, бесплатно. Ну, а потом уже будет комиссия. Но, опять же, если вы совершаете покупки на общую сумму от 5000 рублей в предыдущем месяце, то бесплатно. Поэтому, как бы, будут те случаи редки, когда придется, может быть, отдать какую-то комиссию. Думаю, что даже не придется. Переводы через мобильный банк у БРИР. Получается, на счета в банке, то есть внутри банковские переводы, бесплатно. По номеру телефона на карты других банков, через систему быстрых платежей, бесплатно. Но, если сумма будет больше 100 тысяч, то комиссия. Ну, тоже, в принципе, комиссия стандартная. Ничего тут сверхъестественного нет. Кэшбэк за покупки и коммунальные платежи. Здесь, получается, за первые два месяца с месяца первой покупки без выполнения условий, то есть начисляются и все. За третий и последующий месяц и при общей сумме покупок от 5000 рублей за расчетный период тоже вполне себе достижимо. Потому что мы сейчас основную массу покупок совершаем не наличными, а по карте. И даже если у вас минимальный доход, все равно 5000 за месяц вы наберете. Ну и, соответственно, будут у вас вот эти самые начисления кэшбэка. За коммунальные платежи 5% от суммы. За покупки в сети интернет при условии подключения опций больше плюсов 5%. За покупки социально значимых товаров и услуг полпроцента. За прочие покупки 1%. Максимальная сумма кэшбэка в месяц за коммуналку 500 рублей. Но, опять же, я посчитал, даже дорогая достаточно коммуналка, она все равно дает там в пределах кэшбэк. Поэтому страшного здесь ничего нет. За покупки в сети интернет 1000 рублей тоже более чем достаточно. Если вы, конечно, мотоцикл не приобретаете через интернет. За прочие покупки 5000 рублей. Ну и общая сумма на клиента по всем видам кэшбэка 5000 рублей. Тоже для человека со средним доходом более чем достаточно. Ну и опция больше плюсов стоит 99 рублей в месяц. Услуга SMS-банк тоже достаточно дорогая. Я бы ее не стал подключать. По истечению, конечно, двух месяцев, когда она бесплатная. Можно отключить и все через интернет-банк. Запрос баланса в банкоматах Убрир и Вузбанк бесплатно. А в банкоматах сторонних банков 69 рублей за запрос. Это же касается даже банкоматов общей сети. Там Альфа-банк, этот самый ВТБ и прочие. Это вот то, что мы перечисляли. Кроме Вузбанка. Там тоже идет плата за запрос. Поэтому, если снимать будете наличные, например, в ВТБ, просто вставляете карту и снимаете наличные, не проверяя баланс заранее. Потому что это будет дорого. 69 рублей за запрос. Ну и платежи через мобильный банк понятны. Здесь можно дополнительно даже не пояснять. В принципе, карта очень интересная. Она действительно дает много плюсов. И оформить ее, я считаю, можно. Тем более, что она бесплатная. И бюджет не обременит в любом случае. Ссылка на дебетовую карту MyLife от Убрир находится в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под роликом. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго.